итак всем привет дорогие друзья с вами тайгер скиф и у нас казачки сегодня back to war да я знаю что я в прошлом начинал уже их но начнем заново потому что такая ситуация с каналом произошла так и сейчас начнем с обучалки обязательно начинаем с обучалки если она есть всегда с чего начать одни подожди там лишь описание так заверную службу сажал этом пограничный приграничной губернии земли с крепостным с крепостными до кошелек с целковыми с целковыми девками так неспокойно на рубежах земли русской поэтому постарайтесь своим острым клинком оборонить свою деревушку деревеньку то бишь для своих до своих людишек собрать отряд верных казаков и приумножить свои богатства если это возможно есть сэр так короче выбранная миссия поехали с чего начать так и начать нам надо со следующего рассмотрим общий вид игровой зоны и интерфейса в центре экрана вы видите участок игровой карты с донским казаком и группу крестьян в правом нижнем углу мини карта сверху полоска с указателями количества ресурсов которые вы обладаете а в центре полоски сверху кнопка вызова игра игрового меню так первым делом выберите крестьянина или группу крестьян для этого нужно навести курсор на крестьянина и нажать на нем левую кнопку мыши также можете удерживать удерживая нажатая левую кнопку мыши двигая ее выделить группу крестьян так вот так типа одного а вот так типа группу тоже надо так хорошо если вы хотите выбрать всех юнитов какого-то одного типа например крестьян то выберите одного крестьянина нажмите за так вы выберете всех юнитов одного типов видимой части карты если же вы нажмете control z то выберите всех юнитов данного типа на карте попробуйте выбрать типа z то всегда превосходно такие же операции можно проводить с всеми остальными типами юнитов но это хоть бы не забыть так хорошо так в игре одним из важнейших видов ресурс является еда еда необходимо для содержания ваших подданных все юниты после постройки потребляют еду всегда следите за тем чтобы у вас была еда если еда у вас закончится среди ваших подданных начнется голод и юты ну юниты типа юты начнут погибать вы можете добывать еду выращивая пшеницу вокруг мельницы давайте построим мельницу для этого проделайте следующее действие выберите крестьян кликните в левую нижнюю часть экрана на иконку мельницы после чего кликните еще раз левой клавишей мыши на свободном участке карт сводном свободном так вот она наша мельница стройте его тут хорошо вы начали постройку мельницы вы можете видеть как крестьяне пошли ее строить вскоре мельница будет достроена конечно такая толпень пошла раз раз и построили прекрасно мельница построена теперь вокруг нее засеяно поле пшеница на поле спустя некоторое время поспеет после чего на ее сбор нужно будет направить крестьян когда пшеница на поле будет собрана вы можете повторно засеять поле для этого нужно выбрать мельницу и нажать кнопку засеять поле в левой нижней части интерфейса мельница засеять поле также выбрав мельницу в левой нижней части интерфейса вы можете увидеть и важный апгрейд сделав который крестьяне будут собирать еду эффективнее так совершенствовать способы переработки зерна сбор еды плюс 40 процентов так теперь давайте построим городской центр выберите крестьян и кликните на иконке городской центр в левом нижней части экрана после чего кликните левой клавишей на карте городской центр лучше строить как можно ближе к одному из трех источников ресурсов еда дерево или камня так как городской центр крестьяне могут приносить ресурсы а построить склад не не судьба так чем больше крестьян вы направите на строительство здания или сбор ресурса тем быстрее будет получен результат поэтому мы сейчас всех туда отправим городской центр вот прям вот тут охранник мой гордый всадник сейчас уже поле поспеет будем собирать пшеничку косить так прекрасно городской центр построен теперь в нем можно заказать крестьян для этого выберите городской центр после чего в левой нижней части экрана кликните левой клавишей мыши на иконку крестьян не на клика левой клавишей мыши на иконке один раз вы будете заказывать 1 юнита клика левой клавишей мыши на иконке при этом удерживаешь и вы будете заказывать сразу по 5 юнитов заказывая юнитов следите чтобы количество еды не падало ниже тысячи иначе когда когда закончится начнется голод и юнити начнут что делать правильно умирать так теперь давайте построим склад склад крестьяне могут приносить добытое дерево или камень поэтому старайтесь склады как можно ближе к месту где вы будете добывать дерево и камень найдите такое место и построите там склад ну и сразу так сказали я как-то покрасивше построил свой городской центр в более красивом месте так ребята все на сбор урожая так говорят shift до плюс 5 сразу тун туру тун туру тун туру тун туру тун туру тун так склад построен теперь можете начать добычу камня и дерево уже можно да так топор это дерево и до 750 золота 250 так выберите несколько крестьян и наведите курсор на лес при этом курсор примет вид топора или залежи камня при этом курсор вы примет вид кирки далее кликните правой клавишей мыши и крестьяне пойдут добывать ресурс так хорошо вы наладили добычу ресурсов уделяйте экономике достаточное внимание потому что только мощная экономика позволит сформировать сильную армию флот направляйте на добычу ресурсов новых крестьян и осваивайте новые месторождения увеличивая тем самым добычу ресурсов окей так следующим шагом который позволит ускорить развитие является постройки второго городского центра выбрать одного более нескольких крестьян и наведите на иконку городского центра в левой нижней части интерфейса если у вас не хватает ресурсов то иконка будет серой удерживая курсор на ней валь выше вы можете увидеть количество ресурсов которые необходимы для постройки городского центра добычи необходимое количество ресурсов есть тогда вам не побольше крестьян чё нам не хватает дерево и камень по 2000 но мне и того и того не хватает поэтому давайте ребята трудиться идите трудитесь граждане ибо труд облагораживает как сказал герой одного фильма я люблю трудиться потому что что я сделал ребята все сюда так бездельник есть бездельником нету значит все идет как надо все я могу нет еще не могу еще надо поработать что камень слабо фигачите а чё вдруг все пошли на камень ой на дерево потому что я так сделал да не хорошо так давай мне еще работяк сейчас быстренько наклепаем этого камня вы набрали достаточно ресурсов для постройки второго городского центра теперь иконка городского центра стала активной особенностью экономической системы казаков является то что каждое новое здание одного типа которое вы строите будет дороже предыдущего это мы знаем так это конечно хорошо но пускай увеличится крисво строителей а то так будут очень долго строить давай давай пихтарь давай давай пихтарь ту 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 прикольная мелодия наверно так отлично новый городской центр готов выберите его поместив курсор на здании и кликнув левую кнопку мыши так для задания где можно строить юнита вы можете задать точку сбора после этого все юниты построены в этом здании будут собираться в той точке которую вы указали для того чтобы указать точку сбора вам нужно выбрать здание и нажать кнопку обозначить точку сбора или сделать то же самое действие нажав контур правую кнопку мыши типа так так попробуйте поставить точку сбора 1 городского центра на поле а вторую на близлежащих деревьях или камнях крестьяне построены в этих городских центрах сразу пойдут и начнут добывать ресурсы на которые вы указали точку сбора но такое себе и типа тогда так пришло время построить базар выберите группу крестьян и на свободном месте рядом с вашим постройкам построите базарах так где тут свободные крестьяне базар пошли трудяги начинаем сильной экономики до тут 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 так это все такое давай быстрее стройте так превосходно вы построили базар теперь вы сможете обменивать ресурсы выбрав базар в левой нижней части интерфейса вы увеличите меню обмена ресурсов в левой колонке находится ресурс который вы хотите поменять а правый ресурс который вам необходим клавишами с цифрами вы можете задать лицу ресурса который вы мог хотите обменять сверху находится клавиши подтверждение сделки снизу находится кнопка отмены сделки так короче мне надо чем не надо мне надо золото так вы неплохо поработали пора сохранить игру для этого поместите курсор по центру верху экрана и нажмите левую кнопку мыши в появившемся меню выберите игровое меню после чего в следующем меню выберите сохранить игру если вы хотите продолжить игру то просто нажмите на свободной части экрана также вы можете сохранить игру нажав f12 после чего в следующем меню выбрать сохранить игру по кнопке f1 вы можете посмотреть текущее задание которое вам нужно выполнить данный момент f1 начало да пригласить проиграть если у вас не останется ни одного крестьянина и не будете возможность построить еще следите за гречесом еды так введите игровое меню и нажмите и и сахар и и запишите игру сейчас я только дай поменяю так чё я поменяю дерево на так для добычи остальных трех видов ресурсов золото угля и железо необходимо построить шахты шахты вы можете строить на место рождениях золото золото угля и железо которые расположены на карте в данный момент рядом с вашей базы располагаются место рождения угля железо и золото выберите крестьян и постройте шахты что я еще не сохранил так игровое меню сохранить игру единица сохранить подожди он перезаписал игровое меню загрузить ну пойди перезаписал так давайте ребята если нам дают возможность строить шахты там 5 это сделал зачем это сделал непонятно я же хотел сделать вот так ты так все отменяем с точку сбора в том районе все пускай тут будет так чем больше крестьян работает в шахте тем больше ресурсов не вы добываете для того чтобы увеличить количество крестьян работающих шахте необходимо сделать апгрейд и по постройке рельсовой дороги и отправить у нее крестьян для этого нужно выбрать шахты в левой нижней части интерфейса вы увидите иконку апгрейда апгрейды необходимо делать в каждой шахте чем больше вы сделали апгрейда в шахте, тем ценнее для вас эта шахта. Поэтому старайтесь апгрейдить только те шахты, которые хорошо. Которые хорошо что? Не хочет двигаться ползунок. Не понял. Которые хорошо охраняются. Наверное так. Так, тут ребята уже. Так, вы успешно освоили добычу и основы строительства. Милости просим во вторую часть обучения. Ну, спасибо вам. Походу на этом все. Серию заканчиваем. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, ставьте комментарии, подписывайтесь на канал и до скорых встреч. Пока-пока. Начальный этап обучения пройден успешно. Субтитры сделал DimaTorzok